Хей! Как дела, друзья? С вами снова Морская Свинья, и сегодня мы играем в новую демоверсию, в новой игры под названием Лакуна. Как-то там. Сейчас мы увидим. Я не поняла, почему мы профиль какой-то создаём. Да, Лакуна. Она называется Лакуна. Это игра про детектива, насколько я помню. И она пиксельная. И она уже на русском. Ура! Но она не от русских разработчиков, 100%. Но посмотрим, из-за чего она состоит. Я не помню, на самом деле, о чём она. Я не писала новость, когда-то давно. В ключевые моменты прогресс сохраняется автоматически. При выходе весь прогресс после предыдущих сравнений будет утерян. Сохранить игру или загружить сохранение вручную нельзя. Пути назад нет. Нифига себе заявление тут, конечно. Ассембл Энтертеймент представляет. Игра от Диджитал... Диджиталс? Игра от Диджиталс-игра. Дровья Сектор 2. 1800 год. А что это такое? О, господи. Блин, прикольно. Только что это такое? Это, конечно, всё интересно. Так а что это? Задач нет, а новости? А как? Ничего не... Может, вот так? А, да, только... Вот это. Открыть пад, Энн. Так, у меня ещё... А, ну понятно. Ладно. Не понимаю вообще. Игра прикольная? Ну, выглядит прикольно, но... Пока непонятно. Подождите, а может, там можно было вот с женщиной поговорить? Ой, бежать может. Класс. Поговорить. А с вами? Короче, ни с кем не может говорить, но бегает ловко. Ну, это киберпанк, насколько помню. Мира, иди сюда. Значок в правом нижнем углу означает, что разговор можно продолжить, нажав Е или... Ной, привет. О, привет, Ной. Сто лет не виделись. Это точно. Я слышу, что вчера сел корабль с новыми жителями. Прям чувствовала, что ты на нём прибыла. Как тебе космическое путешествие? Отстой, меня как будто заживо замуровали с родителями. Ты же вниз, да? Я тогда с тобой. Как тебе, Дровья? Сначала мне не понравилось. Тут пока довольно скучно. Даже не верится, что когда-нибудь мы будем как Нью-Джоран. Но если подумать, тут всё равно круто. В плане? Ну, мы творим историю, осваиваем чужую планету, строим первую в мире савьянскую колонию. По-моему, неплохо. Ну, не знаю. Такое ощущение, что я уже почти всё тут видела. Так строительство ещё не закончили. Кстати, а ты где живёшь? У нас квартира на минус восьмом этаже, а около лестницы наверх в общую зону. Ого, вам дали одну из тех шикарных квартир? Хотя на наше тоже ничего. Это, наверное, потому что у меня родители учёные. Все учёные в той зоне живут. Ладно, мне пора. Перемена почти закончилась. Может, в другой раз устроишь мне экскурсию? Погоди, я хочу тебе кое-что сначала показать. А можно после обеда? Не хочу опаздывать. Да забей, пойдём. Там очень классно. У меня сегодня первый день в новом шкале. Не хочу сразу произвести дурное впечатление. А что там такое? Сама увидишь. Мы быстро. Чтобы выбрать той или иной вариант. Ладно, я согласна. Да ладно, я согласна. Чё мне? В принципе, пацан вроде умный. Ладно, интересно же. Так давай не задерживаться. Ты не пожалеешь. Пойдём. Вот эта игра мне нравится сейчас. Я помню, вроде там будет какое-то убийство. Или нет? Выглядит прикольно. Вниз не надо спуститься. Ладно, мы за парнем бежим. Блин, ну поднимись ты. А как подняться? А, всё, поняла. А нам всегда точно можно. Судя по знаку, это запретная зона. Да, запретно, но у меня есть код. Откуда? У меня здесь старший брат работает. Он подкинул. А это точно не опасно? Точно, пойдём. Обычно, когда так люди говорят, 100% опасно. Видишь подъёмник? Наверное, можно подняться где-то до половины купола. Туда, наверх. Нас же поднимают. Нойс. Нойс МС. Да там никого нет. Вот ты видишь, тебе понравится. Пошли. Ладно, только если нас запальни, скажи, что это ты придумал. Потому что главный герой тут детектив. То есть расследовать какое-то дело будем. Но я не понимаю, где он. А это что такое? А где мы? Где-то идти надо? А, нет. Это загрузка была. Ну что, как тебе? Нет, даже очень круто. Вот. А ты видела вход в шахту? Нереально гигантский, да? Да, очень впечатляет. Получается, у тебя там брат работает? Жуть. Почему? По-моему, круто. Стоп, секунду. Видишь на коробках флаг? Они с Гхары. И что? С чего будем что-то возить в нашу колонию? А почему нет? Пойди хотят украсть у нас какие-нибудь крутые технологии. Ну и мы за Гхары не враги. Мы с ними много торгуем. И вообще. Вот ты бы стал печатать свой партнер на коробке с топотайной камерой? Я бы. Ну да, не стал бы. Ладно, ты права. Слушай, мне пора домой. Спасибо, что меня тут свозила. Было круто. Не за что. Только не говори, что мы там были. Ладно, а то мне влетит. Не буду. Слушай, Мира, я рад, что ты приехала. Я, ну, соскучился. Я тоже. Ой, кстати, мне же родители сейчас переезда на новый iPhone подарили. Это, видимо, iPhone будет теперь потом. Надо друг друга добавить. Да, давай. Так. О, господи. Это что такое? Вроде все. Ну ладно, пока. Чтобы запустить iPhone, нажмите S или щелкните по назначку iPhone в левом нижнем углу. iPhone. Идите домой. Не, я точно, наверное, буду играть в эту игру. А, это записи всех разговоров? О-о-о. А больше ничего. Улики. Видите, у нас улики какие-то. Но мы сейчас за девушку играем. Поэтому, мне кажется, у нас пока никаких улик не будет. Что такое? А что у нее светится над головой? Так, ладно. Иди-ка ты домой. А, или я могу с ним поговорить, или что? А как с ним поговорить? Пока. А, ну мы поговорили. Поговорили называется. Пока. Где мой дом? Нет, пока сюжет Ясмин Файфер. Джулиан Колбос. Дизайн звука Михаил Клир. Джулиан Колбос. То есть, Джулиан Колбос почти все сделал. Майкл Хоэн. Пиксельная графика. Менингзит Гилленберг. Джулиан Колбос. Ясмин Файбер. Симон Кратц. Ван Анн Гуэн. Мартан Бут. Джанина Хис. Бас Блэкберн Роли Нила Конрада. Корейский, русский. Мария Кузнецова. Спасибо вам большое. Господи. Я так рада, что еще локализует хоть кто-то, блин, игры на русский язык новые. Потому что иначе... Может быть туда? А, нет. Я туда должна. Оксибар. Что предпочитаете? Не знаю. Я все предпочитаю. Нам только что достали партию батончиков зеленой карамели от Керши. Я хочу. Ну, я хочу. А почему я могу купить? Лапша? Ух ты! У вас тут тульпа в кляре? Еще какая? Причем только у нас во всей дрове. Ты знаешь, что тут недавно? Ага, только первый день. Так здорово, что вы делаете тульпой. Я ее дома просто обожала. Ну что, пожарить тебя? Извините, я спешу, у меня занятие. Но я к вам на обед приду. Блин, скучно. Она везде хочет... Домой успеть. Нам сюда? Наверное. Вот бы еще знать, где мы живем. О, кажется, пришли. Так, куда идти? Не, ну, конечно, как-то не очень выглядит все. Ну, точнее, так жить вот. Ну что? Итак, все сборы и даже мир. Очень хорошо. Будущим прошу обойтись без опозданий. Утром мы познакомились с нашей образовательной платформой, а также с писанием на этот год. А, ну это, в принципе, как у нас было во время карантина. Дистант. Мы будем проходить все те же темы, что и у вас дома. Сегодня мы освежим память и основную информацию о нашей солнечной системе. Думаю, большинство из вас все это помнит, но повторить все тогда полезно. Я все и так знаю. Можно я попрощу этот урок и приду на следующий? Нет, еще понятия не имеешь, о чем пойдет речь. Давайте по папу спрошу, он вам напишет записку. Уроки обязательно абсолютно для всех, включая сына, начальника службы обезопасности. Он наверняка меня поддержит. В состав вашего набора школьных принадлежностей входит карта солнечной системы. Вижу, кое-кто уже повесил на стену. Очень хорошо. Пожалуйста, все найдите свою карту. На этом уроке она вам понадобится. Привет, родная. Мы уже скучились. Удачи на учебе. До встречи, мама. Удачи на учебе. Так, это, конечно, интересно. На этом экране хранятся бланки. О боже. Мне что, придется еще учиться? Я не хотела этим заниматься. Почти четыре века вершиной развития технологий считались литий-ионные аккумуляторы. До недавних пор никто не представит ему, как резко вырваться вперед в аккумулятор на основе тилани. Два года назад ученые создали первый тиланиевый прототип, который выгодно отличался от литиевых. Так, ну... О боже, где это мне искать? Хе-хе-хе-хе. Ну, короче, давайте от балды напишем. Хе-хе-хе-хе. Первая птина недели за пределами дрови, мне кажется. Было основано... Прокорила большую часть заселения дрови, началось всего год назад. Наверное, за пределами дрови. Заселение дрови началось всего год назад. Ага. Ну, с авианты сбежаешь ему к дрове планеты. К дрове планеты. К хара, наверное. К хара основали собственную колонию. А, наверное, не Джорданом. Подождите. Что-то я запуталась. Не, наверное, к хары. Так, усоверенбилось не только собственное государство, но и доступ к одному из самых стрельбных ресурсов во всем мире. Литию, тиланию. Да, тиланию. Короче, отправляю дрови, а к хары... Да, я отправляю. Сейчас, как двойка. Так, мне в твой бланк пришел. Давай разберем ответы. Да, блин. Да. О, все правильно. Ну, понимаете, я закончила школу уже сколько лет назад? Я уже, если честно, не помню. Так, сейчас надо подумать. Ну, я закончила, получается, ее... Семь лет назад. Семь лет назад. Есть, чем подробно. Не, ну, понимаете, один правильный ответ из трех, это уже что-то, это не совсем тупая. А теперь перейдем... Стоп, что это было? Связь потеряна. Звонок в первом связи с секционной ситуацией. Захвестировано критическое нарушение целостной конструкции. Просим вас незамедлительно отправиться в ближайшее убежище. Дверь и убежище будет заблокировано через 60 секунд. Я не знаю, где убежище находится. А, ну, вроде там вниз... Смотрите, вниз, вниз и направо, да? Беги. Вот сюда. Нет, не сюда. Беги сюда. Помогите на помощь. Постой, пожалуйста, помоги мне открыть дверь. Я... Ной. Мира, пойдем, надо спешить, но она... Прошу, просто возьми за дверь и потяни. Только не отпускай. Огромное спасибо. Куда идти-то? Ладно, бежим с ней. Ах ты ж! Она убежала. Так, туда бежим, да? Блин, я из-за этой женщины теперь умру, получается. Я правильно бегу? Я из-за какой-то женщины бегу. Мира, слава богу, ты успела. Ну и что случилось? Ты моих рейт не видел? Нет, я. Все, конец света наступил, блин. Женщину спасли какую-то. Может, она поможет в будущем, я не знаю. Я ожидала, тут будет детектив, типа, такой, знаете, классический, лакуна. А тут какой-то, не знаю что. Но пока вроде интересно. Даже если с момента расставания прошло уже 10 лет, разговор с высшей все равно выходит неловким. Хотя, может быть, было бы проще, если бы я был к ней равнодушен, если бы мир не стоял на грани войны. Даже не знаю. Почему я тогда согласился встретиться с Кэт? Думал я все равно о работе. По-моему, подразделению доверили охрану важнейшего за очень долгое время гостя Кхары, Джозефа Бенни, Дровианского министра иностранных дел. Исход переговоров Бенни с нашим президентом грозил определить отношения Кхары и Дрови на многие поколения вперед. А я ругался с бывшей на тему того, достаточно часто звонит дочери. Как будто это вообще что-то значило. Мил, ты меня вообще слушаешь? Извини, что-то отвлекся. Подождите, он что, китаец? На радио? Извини, Кэт. Просто там было про Бенни, и я из-за этой истории слегка на взводе. Да, уж совсем не изменился. Ты же сама понимаешь, тут дело особой важности. Ты это каждый раз повторял? Ладно, давай лучше про Лору. Мы же про нее хотели поговорить. Я не знаю, что еще сказать. Ты не заходишь в гости, даже на звонки не отвечаешь. Это неправда. Я с ней ходила на тот кошмарный фильм, который ты еще смотреть не хотела. Только с тех пор больше месяца прошло. И все это время ты ей почти не отвечаешь. Не понимаю ее, как так можно? Она ни в чем не виновата. Если честно, я не люблю бывать в нашем старом доме. Что? Почему? Сам не знаю. Да, я вам правду скажу. Наверное, потому что сразу вспоминаю, как мы там вместе жили. Но напомнится, мы тебя не очень интересовали. Лесит это, повторяешь, Кэт. Конечно, повторяю, ты домой вообще не приходил. Меня кто-то только взял в бюро расследований. Мы там все жили на работе. Все, ладно, мы уже 10 лет одной тоже обсуждаем. Лора уже в подростковом возрасте, ей очень нужен второй родитель. Да и мне тоже. Я постараюсь исправиться. Отлично. Тогда, может, прямо сейчас не зайдешь? Она как раз дома, я вам мешать не буду, у меня дела. Да ладно, еще зайду. Хорошо, правда зайдешь? Лора очень обрадуется. Мне пора. Приятно было увидеться. Мне тоже. По дороге домой начали себя злиться. Ни за что, ни за дачи, напроявленная любовь к дочери. Потому что правда любила ее куда меньше, чем следовало бы. По крайней мере, тогда мне так казалось. Ведь Бенни сильно меня нервировало, я работа никак не шла из головы. Так, а как... До встречи. А, мы с женой. Куда идти-то? В этой игре мне иногда непонятно, куда идти. Мне понравилось экшончик, конечно, когда там это. Ну и где моя дочь? Ну зайду к Лоре, что уж там. Лора! Привет, Лора! А, это ты, пап. Привет! Все работаешь над Романом? Да, хотя нет. Пожалуйста, не смотри на экран, там все переписывать. Ты по делу? Да так, решила зайти поздороваться. А то в последнее время все не успевал. Мама заставила, да? Нет, это была моя идея. Нет, это была моя идея. Я же не маленькая. Я знаю, что вы разговаривали. Дан, твоя мама не может оставить мне что-то сделать? Как Роман пишется? Ты даже когда-нибудь почитать. Я сейчас на другим текстах работаю. На Роман времени не хватает. Там на конкурс надо. Долго рассказывать. Скоро уже сдавать, так что надо дописывать. Понятно, извини, что отлег. Ладно, я, наверное, пойду. Если еще захочешь в кино, зови. О, так тебе все-таки понравился фильм? Туф-та это, а не фильм. Кто бы сомневался. Пока, пап. Кстати говоря, о фильме мне очень не понравилась Дюна. Ну ладно, я пошел. Я не знаю, может быть, надо быть фанатом Дюны, чтобы она понравилась. Но для меня, то, что я видела в кинотеатре, было отстой. Если честно. Ну загружай. А, то есть они больше не колонизировали дрови, да? О боже. Они стали парой? Это получается, смотрите, та девочка, она теперь стала с этим Ноем. Мира Мэйн, 55 лет, и ее супруг Ноя Мэйн стали одним из немногих выживших жителей колонии. Когда начались взрывы, они успели добраться до убежища и избежали верной смерти. Родителям Мира Мэйн повезло меньше, а сердевшая девушка переехала жить к бабушке. Она сообщила на восстание сети Гхары, что до сих пор старает на посттравматическое расстройство. В сегодняшнем особом выпуске Мэйн переделится вспоминаниями Бетсан Денецик 3-2. Ну, короче, понятно. Вау. Прикольно. Не, ну, игра все-таки. А нафига мне сигареты покупать? А если я за ЗОЖ? Больше не убивает, ведь онкологические заболевания остались в прошлом. Впрочем, она все так же вызывает зависимость. Сегареты продаются в самых разных уголках города. А, да? Сколько у вас осталось секрет? А, ну я тогда не буду покупать. Тут можно, понимаете? Я не хочу, чтобы он у меня курил. Он у меня будет ЗОЖник. За ПП он будет потом. Не, ну вот этот пролог, конечно, длинный. Я глял на, собственно, отражение в стекле и лицо. Опустил взгляд на ярусы. Спросил себя, почему признался, что мне не уютно в нашей старой квартире. Кэт, наверное, решила, что я по ней скучаю. Может, и так. Наши встречи все еще тяжело мне давались. Хотя, возможно, я просто не мог забыть о разочарования и чувстве вины. Мы люди бесконечно пытаемся анализировать, но некоторые вещи по полочкам не раскладываются. Умный дом. Добрый день, господина Кондрада нет дома. Наверное, потому что я стою в коридоре. Хотите оставить ему сообщение? Нет, это и есть. Нин Кондрад, давай заново сканируй. Функция сканирования недоступна. Пожалуйста, заживайтесь с администратором. Прекрасно, видимо, опять сканер полетел. Надо проверить телефон. Может, прислали оповещение? Уважаемый господин Кондрад, надеюсь, вы прочтете мое сообщение вовремя. В вашем доме сломалась система сканирования. Мы уже начали ремонтные работы. Поскольку уходная дверь не сможет вас опознать, вам нужно будет ввести резервный код. Напомню, что в целях обеспечения безопасности этот код ежемесячно обновляется. Ну, короче, 92-64. А. А, на паде. Господи. Добрый день. Вывели резервный код, открывая дверь. Привет, Гэри. Как свиданка с бывшей? Замечательно, а ты как думал? Надеюсь, было ради чего меня бросать. Как ситуация? Пока на сегодня все, а Бенни и его сопровождающие сейчас общаются с президентом Робертсоном. У них там сегодня ужин с какими-то воротилами. В целом, все хорошо, ничего особенного. Хотя, ребята, Бенни меня конкретно вывели. Они нас канонизаторами раз 10 назвали. Он еще раз услышал, точно бы кого-нибудь по морде съездил. Короче, хорошо, что дальше они до конца дня на Джунсоне. Будем надеяться, что после саммита дружелюбие немного прибавится. Да вот сомневаюсь, видел статью про возможные итоги торгового саммита. Не. Нет, а надо было. Вообще, сотрудники бюро неплохо бы следили за новостями. Там было что-то такое, чего мы не знали. Плитические вредозреватели... А, подождите. А, не, я видела эту статью. Я думала, какая-то другая. Мы это уже месяц везде читаем. Как по мне, Бенни вообще ни на что... Как по мне, Бенни вообще ни на что претендовать не должен. Мы им колонию выстроили. Так, ладно, шеф. Назначил завтра на 9 утра брифинг. Не опаздывай. Принято, до завтра. Что делать? Это кто такой у меня? Привет, Гораци. Что скажешь? Хочу погладить его, да. Ой. Такой милый. И кормить надо его тоже. Ты чего? А как же покормить Гораци? Все, что ли? Гораци не хочет, чтобы его кормили? Выкурить сигарету. Не, не будем курить. Мы не будем курить. Лечь спать. Да пусть уже спать ложится. Что, в принципе? Мне нравится. Он просто, знаете, в обуви, в пальто. Но нормально. Гхара, Лувиль. Алло. Привет, Конрад. Это я. Как там дела? Плохо. У Бенни стреляли. Эм, что? Что с ним? Он мертв. Ты сейчас где? Мертв? Я спрашиваю, где ты сейчас, Конрад? Я дома. Я попрошу кого-нибудь тебя подобрать. Знаешь же, я не... Мне на поезде ехать 15 минут. Скоро буду. Давай быстрее. Привет, Нил. Спасибо, что зашел к Лори. Она, наверное, скрывала, как Майлан, но она была очень рада тебя видеть. До встречи, Кэт. Как так? Как это возможно? О неизбежных политических последствиях даже думать было страшно. Если, конечно, вы действительно убили. Нет, не может быть. Я отчаянно надеялся, что произошла какая-то ошибка. Может, Гэри сошел с ума. Может, все это сон. Я, например, в Тепене могла стать точкой невозврата в истории конфликта Хара и Дрови. Предполагалось, что его визиты ослабят напряженность в отношениях нашей планеты. Теперь же он рискал стать поводом к войне. К первой межпланетной войне. Так, стоп, не восстановись. Ты во всем разберешься. Думай о цели. Гораций, я побежал. Не, ну тут, конечно, лор, мне кажется, такой мощный слишком. Так, что мы так долго едем? Робот, спусти меня. Или как? А как мне тогда спуститься, если робот тут? А, ну, видимо, ладно. Так, идти. Так, ладно. Если бы ты вот не была вот этой межпланетной вот этой всей-всей-всей штуки, мне кажется, было проще. Тут такое ощущение, что как-то, я не знаю, слишком сложно, понимаете, для меня. Ну, как-то вот сразу вникать надо. Так, а как войти в метро? Так, а что это такое? Что происходит? А, все. Как попасть в метро? Как стать королевой метрополит? Пройдите на виллу. Ам. Не, ну, игра прикольно выглядит, да? Ну, просто, я не знаю, как-то сложно. Добрался, наконец, Конрад. Вижу, не сильно спешил. Привет, Гарри, рассказывай, слушай. Судя по всему, снайпер пристрелил Бенни на балконе. Прием была секретарша. Стрелок попал в голову, мгновенная смерть. Сопровождающий, конечно, в шоке, но больше пострадавших нет. С момента убийства что-нибудь происходило, какие-то подозрительные события. Нет, похоже, сразу после выстрела снайпер сбежал. Я спросил сопровождающих насчет подозрительных событий перед нападением. Секретарши и священник сказали, что ничего не было, а вот те охранители со мной разговаривались, отказались. Как так? Все доедины радикальные националисты, весь мир против дрови. Им надо прийти с себя, такие события травмируют. Они вроде как профи, обязаны сядь руки. Если они не пойдут нам навстречу, поедут в участок за воспрепятствием расследованию. Кхара, это им не какая-то каменюка, где кто сильнее, тот и прав. Слушай, ты какого-то священника упомянул? Да, он сопровождал Бенни. Это его духовный наставник, довольно известный, последовательство Янского фронта. Бесит страшно, Колору уже устал его от тела Бенни отгонять. А что этот священник хочет? Да чтоб я знала, какой-то у них дурацкий обряд. Короче, надо разобраться, откуда стреляли. Понятно, что это откуда-то из высоток напротив виллы, но из какой, пока непонятно. Я в эту сторону уже покопала, думаю, что в казино можно исключать. У них сегодня усиленная охрана, какое-то мероприятие. Принести туда оружие было бы почти невозможно. Также крайне тупо. Виновника нужно найти, как можно скорее. Давай туда и помоги, Юн. Принято. Влилили мы по самой неболуси. Как ему его могли застрелить? Что мы упустили? Мы же все проверили, все контролировали. У Бенни особо врагов-то не было. Что, господи, вот пошло не так? Выясним. Я серьезно, Конна, результат нужен в самые короткие сроки. Если его не будет, на сыроу работы вы первым попрут. Да и как бы она ни началась. Все, давай наверх разберемся, куда все-таки стреляли. Как закончишь, назад ко мне, я пока сделаю пару звонков. Есть. Так, а что? А, там ничего, да? Мне показалось, что что-то было. А вот бланки у меня какие остались? А, никаких. Улик тоже никаких. Беги, парень, беги. На сих пор не верю. Так ясно. Невероятно. Нам не о чем разговаривать. Нил, давай сюда. Как всегда, рад видеть. Хотя, обстоятельства, конечно. Ночью на варе, да еще и труп на балконе. Ну, типичный понедельник. Только сегодня пятница. Нет, честно, рада тебя видеть. А это то Гэри. Ну, Гэри и есть Гэри. Я тут разворачиваю лабораторию, так что твоя помощь пригодится. Важнее всего, сейчас принято, когда встретился стрелок. Шеф же приготовил бланка, а что, сейчас перешлю. Он просил задать, как только появится какая-то определенность. Смотри, там поговорить с сопровождающими Бенни. Может, они что-то подскажут. Принято. А, да. Один очень важный кусочек пазма пока отсутствует. Мы еще не нашли пулю. Если найдешь, скажи. Хорошо, займусь. Хорошо. Сейчас я буду. Чтобы включить режим взаимодействия, нажмите N. Ничего не появляется. Так, тут тоже ничего не появляется. Отель Сакура. Даже издалека видно, что это другое. До него около 150 метров. Казино. Шум на место. Звук выстрела вполне может затеряться. До него около 200 метров. Министр иностранных дел Бенни. Мертвей и мертвы. Убит выстрелил в голову. Типичный отель Гейду. Их по всем городу полно. До него около 180 метров. Так, мне надо, наверное, выбрать, который из этих мест. Так, отель Сакура. Рокер Тауэр. База какого-то мультимедиа-гиганта. До него около 300 метров. Пуля ушла в стену. За этим встроенным шкафом. Но шкаф заперт. Ты на его болту не ведись, Конрад. Два зеленых шкафа шара. Савьянт использует их совместных молитв. Здравствуйте, вы же из бюро? Да, Нил Конрад. Приятно познакомиться. Я отец Аржан. Я был духовным наставником господина Бенни. Пожалуйста, разрешите мне снять с господина Бенни драгоценности. Это важнейшее оставляющее савьянской церемонии прощения. Мертвецов необходимо освободить из всего мирского, дабы они легко перешли в иной мир. Это должно быть сделано до того, как душа окончательно оставит тело. Время уже на исходе. Я надам снять драгоценности из сотрудников бюро. Для меня они не несут никакой ценности. Да, я все понимаю, но к телу нельзя прикасаться. Вы можете уничтожить важнейшие улики. Вы во что-нибудь видите, господин Конрад? Я сам в некотором смысле не глист, если вы об этом. Не глист, но вы ведь в работе бюро расследования защищаете интересы правительства Хары. Послушайте, господин Аржан, я не собираюсь обсуждать свои мискусовские темы. Часто слово, я сниму драгоценности очень аккуратно, ничего не испорчу. Хара так воротится своей толерантностью и биральностью. У вас есть шанс доказать мне, что это не пустые слова. Извините, но без шансов. Если хотите, чтобы мы нашли виновных, пожалуйста, не выходите к телу. Значит, все же пустые слова. Я буду молиться за падшую душу Хары. Хорошо, соболезную. Ладно, сумасшедший дед. Здравствуйте, Нинкор, бюро расследований. Вы работаете с господином Бэдом? Вы вашим коллегам уже все сказали. Я понимаю, но у меня к вам был вопрос. Вы не подскажете, где искать ключ от шкафа на втором этаже? Что вам там понадобилось? Предполагаю, что надо найти. Найду внутри вещественное наказательство. Думаю, что лучше ничего не трогать, пока не приводят представители дровья. Представители дровья? Этим делом должны заниматься наши люди. К этому моменту Стайпер успеет покинуть планету. И лично обещаю, что мы передадим вашим специалистам все полученные сведения. Вы, господина Бэдни, обещали защитить? Нет? Приказ, понимая ваши эмоции, мы ответим за все допущенные ошибки. Да ну и что же вам грозит? Повышение? Не надо, Эдди, конфликты нам не нужны. Как удачно для Хара, что один из борцов за независимость дровью выведен из игры. Пожалуйста, успокойтесь, мы с вами на одной стороне. Я понимаю ваше возмущение, но убийца еще не найдена. Найти его нужно какому-то скорее. Если он планирует убить кого-то еще, мы должны знать. Тут какие-то проблемы. Сами подумайте, кто еще доконал ваше правительство. Вы не правы, я вам не враг. Враг. Послушайте, вполне вероятно, что убийца прямо сейчас направляются к следующему дровьянцу. Вы ничего сделать сейчас не можете, а вот бюро может. Подумайте, что сейчас важнее личной обиды или безопасность ваших соотечественников. Да отдай-то ему ключ, все равно там ничего важного нет. Ладно, вот вам ключ. Надеюсь, от этого будет какой-то толк. Благодарю. Так. Проверочка. Добрый вечер. Извините, можно говорить, а? Да, я. Мы как раз обождали, куда поедем завтракать. Тут он... Вы были близки? Да, я. Я очень давно с ними работаю. Вы не замечали ничего подозрительного во время визита? Нет, Джозеф довольно нервно себя ввел, но это необъяснимо. Здесь не опасно, что если снайпер приднется? Снайпер, но он сбежал, у него была только одна цель, во имя, что не угрожает? Знаете, сначала потому, что он просто запнулся, а потом увидела, куда именно он упал. Я встала справа от него, он упал в сторону от меня. Вы предлагаете, что стреляли из какого-то здания справа отсюда? То есть она сидела... А, он слева упал, ну да. Наверное, я потом стояла и смотрела на него. Дальше Смит увел меня в дом. Спасибо, а то все, сейчас вас придут поддержать другие люди, они почти на месте. То есть стреляли справа, получается. Так, и? И что? Что это такое? Юин, глянь-ка. Пуля нашлась в шкафу, как мы ожидали, вот она. Прекрасно, сейчас подойду. А. Такими пулями издалека обычно не стреляют. Думаю, стреляли из относительно большой винтовки, чтобы скрыть факт выстрела. Пуля прошла где-то метров 200, я бы сказала, самым максимум 250. А, 200-250 и справа, да? Цена моя информация. Да, еще одна штука, вот. Вот, бланк уже у тебя, осталось только его сдать. Не знаю, отцеплено у тебя данных, но как будешь готов, переправь мне свои выводы. Да, сейчас опять, наверное, какую-то фигню напишу. Не, это не то. Может быть, из отеля Сакуры стреляли. Вот это будет попадос, конечно. Подождите, а справа от нее? Или от него? Сейчас будет фейл. Да и фиг с ним. В принципе, это все равно у нас демка. Если что, в оригинальном прохождении мы нормально все делаем. Так, тут ничего. Может быть, мне поможет быть кто-нибудь. Так. А что это? А что это такое вообще? Какой-то космолет. Так, он что-то завис, отвис, и потом снова. Ладно, я напишу, что это из Сакуры стреляли, мне кажется. Ну, больше мне никто не скажет ничего, мне кажется. Ну, все, тогда я выбираю отель Сакура. Кто-то из отеля Сакуры. Отправляю. Нил, вижу, ты отправил банк. И что? Считай спирит Гэри. Сейчас будет... Сейчас будет вы что это? Нил, ты какое-то говно сделал. Ты что сделал? Выяснил что-нибудь? Скорее всего, у вас стрелка находила в отеле Сакура. Отлично, Коннор, отправили туда Сайтон, надо все перекрыть. Тай, давай туда, я догоню, как смогу. Слушай, я его телохранители. Надо сделать им скидку? Пришлось, конечно, поуговарить, но они помогли им найти пулю, которая убила Бенни. Думаю, надо сделать им скидку, допросим их завтрак и придут в себя. Скидпорт так проникся древианскими экстремистами. Ни с каких, но тут особая ситуация. Ладно, не задерживайся, давай. Уже иду. Неприличные гигантские размеры парка я заметил только по дороге на обратный поезд. Стояла ночная прохлада, и, пожалуй, во всем центре не было места тише, чем этот район. Только здесь. Да, может, еще и в паре имеется здание, не громоздилось это на другом. Буду было какие-то игрушечные конструкторы. В голове было неожиданно ясно, и с удивлением отметил свое приподнятое настроение. Оглядываясь назад, я предполагаю, что причиной его было четкое осознание поставленной задачи. Где поезд? Где поезд? Юн, что такое? Слушай, Нил, полиция получила анеменоводку на Тель Сакура. Подробностей по сути нет. Только сообщение, что там оказался подождиный человек. Зачем говорить так расплывчато? Не знаю, она, похоже, со зданием ты угадала. Ура! Ура, Витя! Я не совсем тупой. Так круто, давай! Это что такое? Куда идти-то? Не, ну мне игра понравилась, в принципе. Ну давай, давай, вон, приехал поезд. Мне надо в пустой обязательно. То есть, если один человек стоит, я не могу войти. Я, видимо, социофоб. Такой, не-не-не. Я одного человека не хочу видеть. И все, мы прошли пророк. Не, ну мне нравится игра, наверное, я ее пройду. Пишите, как вам. Вот хотите вы прохождения на моем канале этой игры? Нравится ли она вам? Мне бы нравилось, тут как бы надо думать. Надо заполнять бланки. Так что это не так уж плохо. Ну, она уже вышла, кстати. Все, уже в стиме она. Мне понравилась. Она такая, как бы сказать, необычная. И одновременно какая-то спокойная. То есть, в ней расслабиться очень просто и легко. Ну, пишите, как вам. С вами была Морская Синья. Всем удачи, хорошего настроения. И пока!